Следующий вопрос. И выкупила данное право требования. А право взимания налогов она также выкупила? Она выкупила право требования 126 тысяч рублей, которые предъявляют. Или они предъявляют, я еще не знаю. Вы уже получили определение суда и исполнительный лист, и постановление пристава? То есть уже требование на взыскание было заявлено? Сейчас стадия задавания вопросов к вам, Александр Валерьевич. Нет, на данной стадии нет. У вас есть вопросы? Да, подскажите, в досудебном порядке к вам с претензией обращался истец об взыскании убытков в связи с недостоверностью отчета? Нет. Нет. Да, хотелось бы дополнить, что... Во-первых, еще раз включить внимание сюда на то, что по экспертам заключения, признание недействительным которого требует истец, нет ни единого упоминания фамилии Авдеев, в принципе, специально проверили. Соответственно, этим экспертным заключением не могло быть распространено каким-либо образом недостоверная информация в отношении Авдеева. Это уже является самостоятельным условием для отказа в иске. И также хотелось бы пояснить, что, ну, поскольку у нас истец ссылается на закон об оценочной деятельности и указывает, что недостоверные сведения были распространены именно отчетом об оценке, вот у нас в соответствии с законом об оценочной деятельности предполагается вероятностный характер определения стоимости, который предполагает возможность получения неодинаковых результатов оценки при ее проведении несколькими оценщиками. То есть, по сути, оценка – это субъективное мнение оценщика. У нас в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, все, что касается защиты чести и достоинства, защита чести и достоинства, судебная защита чести и достоинства не распространяется на субъективное мнение граждан и лиц. То есть, в данном случае, если мы говорим об отчете об оценке, то он не может являться предметом судебной защиты, поскольку это субъективное мнение оценочной организации, оценщика, приготовившего заключение. Ну и также, еще раз обращаем внимание суда на то, что страховая организация отвечает по убыткам оценщика, именно по ущербу материальному, а не по моральному вреду. И только после того, как в отношении оценщика будет вынесено решение о взыскании этих убытков, у лица, которому эти убытки причинены, возникает право обратиться к страховщику за получением страхового возмещения. В данном случае страховой случай не наступил. Все, у меня больше, чем ничего. У вас есть представительность? Нет. У меня есть дополнение, разрешите. Уважаемый суд, в действительности я не согласен с пояснениями Тагильцева Александра Валерьевича относительно факультативном документе экспертное заключение эксперта Краева Александра Леонидовича. Дело в том, что именно это экспертное заключение было использовано определением суда 28 марта 2017 года при взыскании расходов на представителя, как по неравноценной сделке. И сам Тагильцев Александр Валерьевич единственным основанием для подтверждения своего тезиса о неравноценном обмене с должниками-окладными ссылался на это экспертное заключение. Выходит, что независимо от наименования этого документа суд квалифицировал этот документ именно как заключение об оценке, да и сам финансовый управляющий также. И все это имело важные экономические последствия, а также последствия для моей...